Заслуженная победа, хорошее движение, хороший прессинг, создание голевых ситуаций достаточно много было сегодня. Реализация, конечно, немножко тревожит. И если чуть-чуть бы нам в этом компоненте добавить, конечно, было бы намного спокойнее, скажем так, по ходу игры чувствовать и команде себя, и тренерскому штабу, и мне в том числе. А так, конечно, когда столько ситуаций голевых в первом тайме создано и уходишь на перерыв при счете 1-0, значит, надо нам искать пути для того, чтобы чуть-чуть более точным быть в завершающей фазе. Это и есть тренерская работа, это и есть тренировочный процесс. Ну и, конечно, футболисты тоже должны мысленно работать над этим компонентом для того, чтобы каждый понимал, что каждый из них способен в завершающей фазе быть успешным. А так, конечно, игра была непростая с точки зрения того, что чем меньше остается игр до конца чемпионата, естественно, что напряжение возрастает. Соперник нам создал тоже два опаснейших момента голевых и в первом тайме, где нам в какой-то степени перекладина на нашей стороне оказалась, и Федор отлично сработал у Паухов. Ну и в начале второго тайма тоже эпизод был, где было очень тревожно у наших ворот. Поэтому, конечно, любая команда, играя, когда мы играем в такой агрессивной манере, с высоким прессингом, все равно будут иметь какие-то голевые ситуации. И то, что было и сегодня, здесь очень важно, еще раз говорю, создавать такое количество моментов для того, чтобы реализацию повышать и быть более спокойным в достижении успеха. А так, конечно, ребята отлично сработали, никому никаких претензий нет. И те, кто вышел в стартовом составе, и те, кто вышел на замену, хорошо мы распределяем и игровую нагрузку с решением определенных своих задач во всех турнирах, в которых участвуем. Поэтому очень важно то, что ребята мотивированы и все понимают значимость каждого матча. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Вопрос касается позиции Вани Паха. Почему вы ее изменили? У него есть опыт выступления на этой позиции? Ну, как-то привыкли уже, что у вас крайняя защита. Может быть, вам нужны были позиции такой острый игрок? Вы понимали, что нужно совместить на поле его и предо, и отстрелок? – Да, Егор, совершенно верно. Я думаю, что тут добавить нечего. Да, спасибо за поздравление. Вот именно вот этот момент я держал в голове, то, что Педро на левом фланге впервые в сезоне вышел в стартовом составе у нас. И он с Лопесом на левом фланге любит всегда смещаться в более широкую точку. А Ваня Бахар сегодня сработал центральным полузащитником атакующим. Вот, с умением вклиниваться вот здесь вот посередине, в инсайдной позиции, да, для того, чтобы обострять ситуацию. Ну, и в целом, первый гол-то, в принципе, и привел вот эта комбинация, которая у нас случилась у нас на левом фланге. Отлично сработали. И Ваня за спину открылся, получил мяч и хороший прострел сделал подачу в штрафную площадь. Для Дима подстрелов головой завершил усилие команды. Поэтому, с этой точки зрения, Ваня отлично справился, никаких вопросов. Да, он, конечно, больше фланговый игрок, но и в этой позиции он способен сыграть. То, как сегодня это и случилось. Ну, чем больше универсальные футболисты у нас будут в команде и способные сыграть на разных позициях, конечно, это большое, скажем так, на меня подспорье для того, чтобы по-разному футболистов использовать, еще раз говорю, эффективность в достижении успеха. Сергей на тренировке небольшое повреждение получил, вот поэтому не было в заявке его. Сейчас проходят физиопроцедуры. Я думаю, что повреждение незначительное, слава богу, поэтому надеемся на скорое возвращение в строю. И крота, ну, не крота, а Шимакович, то есть крота или заявки остаться? У нас 21 человек в заявке, конечно, два вратаря и 19 полевых футболистов. Тут надо делать выбор в пользу какого-то вратаря запасного, да. Ну, сегодня мы сделали выбор в пользу Вани Шимаковича. Поэтому в какой-то степени Ваня Шимакович сработал и с Новополоцком в пропущенной игре, когда ребята в сборную вызывались. Вот, и здесь, когда мы тоже видим, что он заслуживает того, чтобы быть сегодня в заявке. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Возвращение до футбол. Владимир Викторович, расскажите, насколько тяжело к этому команду, с психологической точки зрения, после ожерелья футболистов? Ну, мы научились справляться с этими моментами уже, поверьте. Достаточно, когда в таком графике находишься, когда в стольких турнирах участвуешь, там, безусловно, очень важно быстрее переключаться, потому что у спортсмена такое состояние. Чем дольше ты переживаешь, тем больше негативных эмоций ты испытываешь, понимаете. Это у любого человека так, а про спорт так это вообще мы же прекрасно понимаем. Уже матч мы прожили с Хиком, да, еще раз говорю, здесь вот мне сейчас задавали во флеш-интервью вопрос, обидно, я говорю, ну что значит обидно, понимаете, такого слова обидно я вообще не принимаю. Есть заслуженные и незаслуженные поражения, а незаслуженных поражений не бывает. Можно хорошо играть, можно доминировать в каких-то отрезках матча, да, но не добиться успеха. И надо искать средства для улучшения своей игры, для того, чтобы достигать результата. Вот в этом мы и занимаемся, поэтому быстро переключились на матч чемпионата после Хика, и мы же тоже понимаем ответственность каждого матча в чемпионате. Остается не так много туров, и здесь развязка еще, как говорится, будет борьба, и еще до развязки тут далековато, поэтому мы, конечно же, это все учитываем, и ребята отлично справились, переключились и сработали сегодня. Я думаю, что обычно, как бывает, после матча Еврокубков, да, команда в чемпионате бывает немножечко так. Не в той интенсивности играет, может быть, не так все получается, как, ну, так часто бывает, да. Я думаю, что сегодня по нашим действиям не вызывает сомнений наша победа и создание голевых ситуаций, движение, наша физическая готовность, вот, и настроенная игру. Поэтому, с этой точки зрения, они ребята молодцы, я очень доволен, что они быстро пережили эту неудачу и переключились на сегодняшний матч. У нас у нас сегодня есть каменники Алексея Миловича, это результаты, вот, скажем так, не лучшей игры в Европе? Ну, что значит не лучшей игры? У нас, во-первых, ну, конкуренция в этой позиции, да, плюс важно нам же тоже, поймите, мы играли 24-го с Хиком, сегодня у нас 29-е октября, правильно, 29-е, да, и 2-го числа у нас игра со Слубском, да, три матча мы проводим за сколько, давайте посчитаем, за 9 дней, да, за 9 дней. Как вы думаете, один футболист способен три матча сыграть? Конечно, способен, безусловно, но важно учитывать, что футболисту, которому 34 года, три матча за 9 дней провести с полной выкладкой, с полной интенсивностью, с теми требованиями, которыми главный тренер предъявляет, это не так просто. Поэтому с этой точки зрения мы, конечно же, думаем над этим моментом, где-то ратируем, где-то, ребят, держим в тонусе. Конечно, я понимаю, что кто-то из ребят может быть недовольным тем, что не вышел в стартовом составе, но все должны понимать, что у нас мы на три фронта пока играем, да, и не пока, а на три фронта играем. И здесь важно, чтобы все сохраняли мотивацию и хорошее состояние. Спасибо за ответ. Совсем недавно появилась информация, что в тренерском штате нам пополнил Александр Павлович. Можете сказать, какие функции у него будут в тренерском штате? Ну, официальная информация уже была, я думаю, что тут не секрет. Александр Валерьевич уже сегодня присутствовал на матче, уже у нас в тренерском штабе, участвует в тренировочном процессе. Функции мы пока знакомимся, да, но в любом случае он участвует в учебно-тренировочном процессе, да, и, конечно же, здесь очень важно, чтобы тот опыт, то видение, может, которое он готов принести нам, скажем так, своими подсказками и своими какими-то предложениями для улучшения нашей игры, еще раз говорю, возможно, вот в реализации, да, где-то моменты, тем более Александр Валерьевич в свое время тоже был прекрасным атакующим футболистом, и который умел и отдавать передачи, и забивать голы, мы это помним прекрасно. Поэтому с этой точки зрения мы найдем, конечно, как задействовать Александра Валерьевича для того, чтобы он помог нашей команде в достижении целей. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Андрей Елене, призыва, Директор Чиспобеды еще раз. Ну, вы сейчас сказали, что мы найдем ему функционал, да, но я привяжусь к этим словам. То есть из этих ваших слов выходит, что вы только сейчас будете вот это делать. То есть, по сути, это было не ваше решение, а вы приглашали в штаб? Ну, почему? Ну, это провокационный вопрос вы задаете сейчас. Не мое решение. Решение мое и руководство клуба. Мое решение и руководство клуба. Такой ответ конструктивный? Вот я и говорю, что решение приглашения Александра Валерьевича в Минское Динамо мое решение руководства клуба. Так, спасибо. Если вопросов больше нет, спасибо. Рассказываем.